Весы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. В конце расклада я возьму для вас карта совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют на протяжении всего месяца. И первая карта для вас в начале месяца – Верховный Жрец. Вера в себя, чтобы вы не сомневались в себя, неважно, что вы делаете, чем вы там работаете, там в отношении. Вы должны иметь веру в себя. Вы, когда сомневаетесь, вы останавливаетесь от чего-то, то, что вы хотите достигать. Это ваша, может, какая-то мечта, это ваше какая-то желание. Но так вас останавливает. Может быть, это вера, может быть, еще, говорю, что есть такой человек, как Духовник, который вас направляет, который вам дает. И вы это должны поверить, что вы сможете сделать. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на началом – это карта «Десятка мечей». А знаете, почему вы сомневаетесь? Почему-то очень много предательства в вашей жизни, очень много разочарования в вашей жизни, очень много ножей от тех людей, которым вы больше всего верьте. Эти люди могут быть те, которые вы даже сидите за один столом и за одной кружкой пьете чай, за одной ложкой кушаете. Это те люди, которым вы очень сильно доверяете. Постарайтесь понимать, кто у вас рядом, с кем вы общаетесь, в каких вы отношениях, где вы работаете, кому вы что-то рассказываете, все-таки об этом нужно подумать. Потому что всегда здесь как предательство от людей, которые больше всего вы открываете свою душу. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта – карта звезды. Карта исполнения вашей желания. Смотрите, давайте будем так вот ставить себе цели в начале месяца, что вы идете к какой-то желанию, к какой-то мечте. Эта мечта, вы должны верить, что она исполнится. Если у вас будут такие цели, и вы поймете, что вы этой цели достигнете, то поверьте мне, в ближайшие полгода это ваше желание, она исполнится. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта – это Верховная Жрица. Верховная Жрица говорит о том на середине, что это ваша интуиция, это ваша мудрость, это ваше знание, это то, что вы можете достигать, чтобы вы были счастливой. Женщины – это ваша мудрость. Мужчина – и у вас есть такая женщина рядом, которая может вам советовать, которая вам может подсказать. Она может вами разделить какую-то ситуацию, чтобы поддерживать вас. Одинокие мужчины и женщины – это может быть ваша мама, ваша бабушка, это ваша сестра, которая старше вас, которая может вас поддерживать, которая может быть в любой моменте рядом с вами. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта – это Двойка Жезлов. Двойка Жезлов, мои дорогие, вы почему-то в ноябрь месяце на середине, вы пока привязаны. Вы привязаны к тем мыслей с прошлым, к тех людей с прошлым, которые вас приведут, к тех ситуаций, к тем обстоятельствам, местах работы. Пока вы там привязаны, пока вы там и стоите. Вас как будто не разрешается. Но ещё эта карта говорит то, что вам нужно освобождаться от кармических сексуальных связей. Вас нужно через мудру, через женщину, которая сможет вам помочь, поверить в это и дать себе возможности отпускать, освобождаться от каких-то прошлых людей из вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта. Рыцарь Пентаг. Самое главное не сомневаться, самое главное не быть в страхах, преодолевать вот эти ваши барьеры, потому что ваши страхи не дают вам развиваться в будущем. Вот вам не дают даже на сегодняшний день как-то развиваться, потому что у вас сильные страхи, сильные переживания. Посмотрите, сказать как мастера, те, которые чувствуются, что нужно освобождаться, обрубка, родовая, кармическая, сексуальная связи, но вы этого боите, то подумайте и поверьте, что вам это поможет, что вам это освобождаться будет от чего-то из прошлого. Давайте посмотрим следующая карта. Ну и ваша интуиция очень хорошо вам будет подсказывать вот именно где-то 20 числа, 12, может, до 20. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на конец месяца. Это восьмёрка мечей. Ваши вот эти страхи, переживания, боли, страдания, невозможно решить какую-то ситуацию, вы сами себя закрываете. Вы сами не понимаете, что всё, что если хотите решить, вы можете сами. Да, вам может помочь. Да, вам нужна вера в это. Но вы сможете это, потому что решение этой проблемы, этой ситуации, это какое-то то, что происходит в вашей жизни, она есть. Самое главное, чтобы вы верили в это. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта двойка кубка. А двойка кубка даже не то, что доверить кому-то, а доверить именно внутреннее ваше состояние, внутренне ваш голос, что ваше сердце, что вам подсказывает. Хотя она очень вам хорошо подсказывает. Освобождайся. Отпусти таких людей из вашей жизни. Да, уже перестань бояться, что ты уже не сможешь что-то другое встретить или делать. Давайте посмотрим карта совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют для вас, мои дорогие весы, на протяжении всего месяца. Это карта рыцарь кубка. Плыть по течению. Дать себе возможность и осознать, что всё, что не делается, делается к лучшему. И что всё, что не происходит, должно произойти. И вы должны плыть на протяжении всего месяца, услышать свою интуицию, услышать своё сердце, то, что ваш внутренний голос говорит, и сделать. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канал.